Хорватские нацисты поднимают голову. Юрий Городненко специально для РЕН-ТВ за 15 июня 2020 года. Из всего европейского сообщества, которое пошло в поход на СССР 22 июня 1941 года, только единицы сохраняли остатки ума и не выступали с историческими провокациями по отношению к России. До недавнего времени одной из таких стран была Хорватия, но теперь и там нашлись полоумные, которым пришло в голову предъявить нам претензии. Речь идет о заявлении представителей хорватского освободительного движения ХОД, которое было сделано по поводу очередной годовщины так называемой Блайбургской бойни. Саму годовщину в Хорватии отметили 15 мая 2020 года, а заявление ХОД прозвучало несколько дней назад. Прежде чем перейти к сути высказывания хорватских политиков, поясним, кто они и что такое Блайбургская бойня. Хорватское освободительное движение – организация, созданная в Аргентине с бежавшим туда главой-поглавником Усташей Анте Павеличем. Она позиционирует себя правоприемником Усташеского движения и в таком статусе была зарегистрирована в качестве политической партии в Загребе осенью 1991 года. С тех пор ее деятельность на территории Хорватии носит легальный характер. Усташи или Хорватское революционное движение Усташи были правящей партией в так называемом независимом государстве Хорватии – НГХ, созданном Гитлером после оккупации Югославии в апреле 1941 года. НГХ просуществовала до мая 1945 года, являясь самым преданным союзником Третьего Рейха. За этот период марионеточное государство отметилось настоящим геноцидом по отношению к национальным меньшинствам. После того, как поглавник Антепавелич объявил хорватов арийцами, а остальных славян, евреев и цыган – недочеловеками, для последних массово стали строить концлагеря. В этих лагерях было убито около 700 тысяч сербов, 30 тысяч евреев, 80 тысяч цыган. Еще 400 тысяч сербов было изгнано из Хорватии, и это при общем населении страны в 6 миллионов человек. Неудивительно, что после таких зверств устарше в конце войны боялись расправы и сопротивлялись до последнего. Независимое государство Хорватия продолжало воевать и после капитуляции Германии. На тот момент оно оставалось единственной страной оси, которая продолжала сопротивление войскам антигитлеровской коалиции в Европе. Последняя крупная группировка хорватских войск была разгромлена только 23 мая 1945 года. Такая ситуация прежде всего была вызвана тем, что британское правительство Уинстана Черчилля в нарушении Ялтинских соглашений пообещало устаршам не только принять их капитуляцию, но и гарантировало избежание правосудия за предыдущие преступления. Соответствующее решение было подтверждено приказом командования 8-й британской армии. Объяснялось это тем, что Черчилль рассчитывал использовать подразделения устаршей, а также отступавшие вместе с ними части вермахта и отряды русских предателей, перешедших на службу нацистам, в войне с СССР. Эта война планировалась в рамках операции «Немыслимая». Такие действия вызвали закономерную реакцию советского и югославского правительств. В итоге британцы решили сдать устаршей, правда в итоге передали правительству Югославии лишь часть преступников. Часть из которых была казнена за свои злодеяния. Наиболее крупная казнь состоялась в районе Блайбурга. В наши дни здесь было найдено около 1200 захоронений казненных усташей. Всего же Евросоюз говорит о 3986 захоронениях усташек в разных местах на северо-западе Югославии. Достаточно сравнить с цифрами убитых сербов и евреев, чтобы понять, насколько они несопоставимы. Не говоря уже о том, что в ситуации с усташими речь шла о наказании убийц. А геноцид сербов, цыган и евреев был направлен на полное уничтожение гражданского населения, целых этнических групп. Тем не менее, в современной Хорватии события мая 1945 года назвали Блайбургской бойней, а в 1995 году решением Хорватского собора парламента объявили одной из главных памятных дат. Теперь же Хорватское освободительное движение обвинило в событиях 1945 года СССР, назвав казненных жертвами. Еще немного о том, что это были за жертвы. С первых дней Великой Отечественной войны Павелич поддержал агрессию нацистской Германии против СССР и отправил на помощь Гитлеру свои подразделения. 369-й усиленный пехотный полк, моторизированную бригаду, а также воздушные военно-морской легионы. Особенно отметился в Советском Союзе 369-й полк, также известный под названием Хорватский легион и состоявший из хорватов и боснийских мусульман. Боевой путь этого формирования пролегал через Бильцы, Первомайск, Кировоград, Кременчук, Полтаву, Сталина, Донецк, Харьков, Воронеж, Калач-на-Дону, Сталинград. И везде у Сташи оставили свой кровавый след, не столько воюя, сколько участвуя в антипартизанских операциях. Что это были за операции, свидетельствуют отчеты хорватских командиров, которые сами изобличают своих подчиненных. Эти документы находятся в российских архивах. 13 сентября 1941 года, то есть спустя всего месяц после прибытия 369-го полка на Восточный фронт, командир подразделения полковник Иван Маркуль сообщал в Загреб, что легионеры на протяжении всего своего боевого пути только и занимались массовыми бесчинствами, грабежами, убийствами мирных жителей, групповыми изнасилованиями женщин. Еще один доклад принадлежит хорватскому полковнику Собляку, присланному по величам специально для инспекции своего разбойного воинства. В документе, направленном из Сталинграда 13 сентября 1942 года, отмечается, что немцы открыто называли 369-й полк бандой. И вновь говорится о массовых изнасилованиях, грабежах, расправах над мирным населением. В российских архивах есть и акты о преступлениях у старших в концлагерях для советских военнопленных, созданных на территории Хорватии и соседней Словении. Особенно ужасающими являются те, которые относятся к лагерям в Ясиноватце, Бистрице-на-Драве, Чернече и Словонске-Броде. И вся эта банда, которая пришла на нашу территорию для насилия, убийств и грабежа, смеет называть себя жертвами? Но недаром существует пословица «Не буди лихо, пока оно тихо». До сих пор Хорватию не трогали еще и потому, что она юридически являлась одним из правоприемников Социалистической Федеративной Республики Югославия. Вот только наследники усташей настолько увлеклись, что не заметили, как подставили собственное государство. С их подачи судебный совет высокого суда по административным правонарушениям легализовал приветствие усташей. В переводе на русский оно означает «за родину готовы» и является аналогом национал-социалистического Зигхайль. Эта фраза, неотъемлемым элементом которой является вскидывание руки в нацистском приветствии, не была запрещена законом и ранее. Тем не менее, правоприменительная практика в Хорватии была такой, что использование салюта усташей считалось преступлением против общественного порядка и подстрекательством к ненависти. Теперь же высокий суд эту практику поменял. Использование этого приветствия больше не является преступлением. Вопрос только в том, что с октября 1941 года салют усташей был неотъемлемым элементом их государственности. Правительственным решением он был утвержден в качестве официального и обязательного в независимом государстве Хорватии. Поэтому его легализация автоматически легализует и всю государственность НГХ, что неизбежно меняет международно-правовой статус нынешнего хорватского государства. И теперь у нашей страны, продолжательницы СССР, есть все основания привлечь бывшую нацистскую марионетку, как и других его европейских подельников, к ответственности. Юрий Городненко. Хорватские нацисты поднимают голову.